Коллеги, передай. Сегодня нужно сделать очередное шунтирование сердца. Манипуляции особенно сложны из-за лишнего веса пациентки и её почтенного возраста – 77 лет. Поэтому в непростую интеллектуально-хирургическую игру с болезнью вступает Кирилл Барбухати. Он один из тех врачей, кто стоял у истоков Центра грудной хирургии, и его имя гремит на всю страну. А после операции Кирилл Олегович делится, что очень гордится всеми специалистами Центра. Есть масса талантливейших хирургов, то есть целая школа, есть хирурги, которые делают решительно любые операции. Причём это не один, это два человека, которые могут сделать всё, включая пересадки сердца, включая какие-то драматические операции на аорте, драматические какие-то повторные операции. На счету Барбухати так много спасённых жизней, что Координационный Центр мусульман Северного Кавказа передал ему особую медаль. Такая есть у президента России Владимира Путина. Вручить её смог Леван Танбиев, который по воле судьбы уже второй раз стал пациентом Центра грудной хирургии. Ему спасли жизнь 14 лет назад, сделав здесь шунтирование. В этот раз и вовсе провели одну из самых сложных операций. Оказывается, эта аорта забилась полностью, чем дышалась. И она уже распухла и прорвала уже его. И до 7 утра сейчас там заменили аорту на пластиковую трубу. Это ж фантастика, да? Я до этого, что существует такая технология, знать не знал. То есть кругом тут светило. Как хитра судьба, узнаём и сами во время съёмки УЗИ сердца. Дело в том, что видеооператор Павел Сагайдак и сам 4 года назад перенёс операцию. Он жил тогда в Орске, приехал за сложнейшие манипуляции с человеческим мотором в Пензу. Тогда ему жизнь спас Евгений Росейкин. Этот кардиохирург в своё время 5 лет проработал в Краснодарском центре грудной хирургии. Им стало ещё намного интереснее посмотреть, что получилось за операцию 4 года назад. Операция была, ну как мне сказали, одна из самых тяжёлых в кардиологии. Это операция на восходящую аорту, Якуба-2 называется. Сейчас здесь тоже делают такую операцию. Но чтобы не томить, скажем сразу, сердце Павла работает отлично. Но всё же нужно наблюдаться и делать УЗИ каждые полгода. Каждая операция уникальна и сложна по-своему. Да, впрочем, и каждый пациент же ведь тоже уникален. И у каждого есть свои сложности. Но даже самые сложные случаи в грудном центре берут эти специалисты, готовы удержать непокорный пульс и сделать всё, что могут. И знаете, кажется, что эти люди могут всё.